Доброго времени суток! Некоторые уже успели посмотреть выступление Коробейникова Владимира Ивановича на моем втором канале. Он очень много умных вещей рассказал. Почему запрещают магнитные двигатели? Почему запрещают некоторые вещи рассказывать в радиоэлектронике, в физике со времен Эйнштейна? Что произошло? Как это все на самом деле работает? То есть он это как бы проталкивает такую мысль, что это человечеству опасно знать. Как бы эти знания, они опасны, несут вред. То есть как бы красной линией из его рассказов можно понять. Также хочу порекомендовать три статьи. Я поставлю ссылочки на которые описывают о Коробейнике Владимира Ивановича, где он живет в городе Санкт-Петербург. Об опытах он сам очень хорошо физик, радиоэлектронщик рассказывает. Мы можем видеть вот это все его формулы, расчеты, как он сделал специальные магнитные антенны, которые работают по принципу радиосвязь на спиновом электромагнитном поле. Просто, ну я, если честно, такого еще не встречал. Сразу говорю, я в этом особо не разбирался, потому что в видео сбросили вчера статьи эти сами. Сам я их нашел. Даже не успел, если честно, это все изучить. Но то, что я увидел, то, что вот этот опыт, который был поставлен 17 июля 2005 года, меня он сразил. Ну все мы знаем, что, допустим, в воде высокочастотные приемники-передатчики работать не будут. Вы знаете, да, что все подводные лодки работают на низких частотах, очень и очень низких, там километровых волнах. А на коротких, ультракоротких, сверхкоротких работать не будет. Так вот, он взял, использовал передатчик своего, своей разработки, точнее, антенну. Обычный передатчик китовский, я так понимаю, может, который купить на Алиэкспресс Китая. Но, используя свою антенну, когда он погрузил воду в баночки, был закрыт вот этот вот передатчик вместе, вот видим на картинке, с такой вот антенной. На глубине полтора метра, до глубины полтора метра, есть такой сканер, который полиция пользуется для того, чтобы сканировать частоты, жучки там и так далее, искать. Так вот, Кенвуд, он улавливал сигнал на глубине до полутора метров под водой. Когда передатчик погрузился глубже, чем полтора метра, сканер просто начал шипеть. А его приемник обычный, который использовал вот эту его изобретенную антенну, он продолжал улавливать передатчик, который работал даже на глубине 6 метров под водой. Вот такой вот курьез. Почитайте вот эти вот статейки, обязательно посмотрите вот эти все три части видео, которые я поставил на своем втором канале. Почему я поставил на втором канале? Поскольку видео целиком, я не знаю, что это за видео, потому что в ютубе их нету. Не хочу, чтобы были какие-то проблемы, не знаю, кто это, что это за человек, который мне выслал вот эти вот видео, какую цель он прислал, ну, скорее всего, что благородную. Ну, на всякий для перестраховки я выставил эти видео на своем втором канале, потому что я не знаю, как ютуб отреагирует. Вот. Так что рекомендую, подписываемся, пожалуйста, на мой второй канал. Обязательно, потому что сейчас я буду больше выкладывать видео на втором канале. Некоторые, которые, как говорится, секретные. И для того, чтобы не подвергать опасности основной, я буду выставлять их на втором запасном канале. Вот. Здесь вот эти все статейки, а также ссылочки поставлю на вот эти статейки, почитайте про эти антенны его, про его изобретение. И обязательно посмотрите все три части об этом изобретателе и ученом. Вы просто будете шокированы и поражены. Так что на сегодня всем всего хорошего. До свидания, счастья, удачи и процветания. Продолжение следует...